Покаялись с Алиэном. Евгений Мышкин признался. Убийство не было нашей целью. Это получилось непредменеренно. Семейная пара Яшина была осуждена на 7 лет в колонии строгого режима, а Евгений Мышкин на 10 лет. Мать Алексея Рябушкина убита горем, подошла в конце процесса к преступникам с упаковкой яиц и начала их метать в мучителей сына со словами. Не плачь, дед, не плачь, баба. Снесу вам яичками золотой простой. Ну, все хорошо. Единственное, насколько не осужденный и осужденный. А потом в четвертом абзаце в 19.00 выдержали, погралили Алексея. Но это уже тогда надо было как-то объяснить. Но Алексея, не знаю, следствие объяснило, что в 19.00, а то у вас там какой-то репортаж идет. Запомните все, пожалуйста, нет близлежащей лесопарковой зоны или близлежащих домов. Близлежащей это что значит? Ну, соседней лесопарковой зоне. Нельзя говорить. Ну, близлежащей нельзя говорить. Я же вам говорю, соседней можно сказать. Или там в лесопарковой зоне неподалеку. В общем, как-то заменять. Потому что близлежащей, это получается, что лежащий близко. Лесопарковая зона не лежит близко. Особенно вам надо запомнить по поводу близлежащих домов, которые точно нигде не близко лежат. Понятно? А так лучше хорошо. Вчера, 3 октября 2011 года, в районе 18.00, произошло ЧП. В загородном доме бабушки и дедушки было разбито золотой яйцом. Причиной тому послужило неадекватное поведение мыши. Курочка приняла извинения мыши, скандал был исчерпан. Бабушка и дедушка были весьма расстроены утратой золотого яйца. Но они не отчаялись, узнав, что курочка снесет им еще пару десятков золотых яйц. Очень близко к истине. Но единственное, вот смотрите, произошло ЧП. Надо это полностью сказать, чрезвычайное происшествие. А то ЧП как-то не по-новосновому. Два раза подряд мыши и мыши. Причиной тому послужило неадекватное поведение мыши. Курочка приняла извинения мыши и скандал был исчерпан. Потом, здесь, мне кажется, нарушение логики немножко идет. Что у меня было неадекватное поведение мыши, и курочка вдруг приняла извинения мыши. Хотя ни о каких извинениях до этого речи не шло. Весьма расстроены утратой. Как-то, мне кажется, не очень-то... Значит, льба. Сегодня, да. Сегодня, да. Да. Что вы получите мышку. К сожалению, да. Я правда думала, что вот эти заметки не стоит давать. Но стоит. Все стоит. Хорошо. Сегодня у деда и бабы маленькая мышка задела хвостиком яйцо и разбила его. На месте события наш корреспондент выяснил, что разбитое яйцо было не простое, а золотое. Это яйцо снесла пострадавшим курочка-рябой. Дед и баба о печально случившемся, но курочка-рябой обещала им снести новое яйцо, уже не золотое, а простое. Дед и баба о печально случившемся, что у деда и бабы маленькая мышка задела хвостиком яйцо. Ну, стилистическое, да? Ну да, стилистическое. Бой лицо. Простой. Все облатое. Потом дальше. На месте события наш корреспондент выяснил. Когда ваш корреспондент выяснил, это уже не информационная заметка. То есть это уже больше репортаж смеси событий, и дальше уже участие корреспондента это не совсем то. Так, сейчас, подождите, и вы баллы не послушаете. Когда вы учитываете? Не-не-не-не-не. Что такое там за вымещение? Что такое честное? Если что-то нечистое считаете, скажите мне об этом. Ну, потому что мы на самом деле просто ведь не знали, как писать. Мы не объясняли. Просто информационная заметка. Информационная заметка. И кто как нашел план, так и писал. Так же тоже не объяснял. Сказали информационная заметка в пять предложений. Только есть предложения не говорили, кстати. Ну, как не говорили, если здесь у людей в основном... Она себя должна представлять, но мы не объяснили. Ну, давайте начнем с того, что у вас явно больше, чем пять предложений. Я не делала, я говорю, я делала по плану, который я нашла. Ну, а вы, вот смотрите, допустим, если вы нашли какой-то план, и, не знаю, для того, чтобы понять, что такое информационная заметка, можно ли не только найти план, допустим, послушать новости или почитать, которые пишут в интернете. Вы слышите с экрана телевизора или на радио. Вы где-нибудь слышали такое, вот, то, что вы написали? Какой стилистике? Я не говорю про курочку рядом. Нет, я поняла, что я неправильно написала. Я, как бы, это не оспариваю. Ну, вот. А как-то вы не оспаритесь, если вы сидите и возмущаетесь. Если у вас нет претензий к оценке, вы можете ее в следующий раз оспорить у Марины Николаевны. Если вдруг она согласится с вами, что она вам как-то недостаточно объяснила, тогда, наверное, ситуация может измениться. В семье Ивановых в Краснодарской области курьца снесла лицо, да не простое, а золотое. Современная курочка ляпа, как прозвали жители села Березовка Краснодарской области, с недавних пор начала смосить яйца в желтом оттенке. Позже, как отмечает муж Сергея и жена Марии Ивановой, цвет стал там и дымянцем. Участливая курочка ляпа стала знаменитостью всего села. Несмотря на то, что яйца не пригодят к уменению, Сергея Мария очень рада необычному любви к природе. Впервые такие яйца были найдены еще в 1726 году в штате Айова. Но до сих пор ученые не могут объяснить данный феномен. Остается лишь гадать, в чем же секрет современной курочкой ляпа. Естественно, насчет Айова и дефектора. Нет такой Краснодарской области. Знаю, знаю. Опять-таки. Краснодарский край, да? Да. Пришлось, по-другому. Область Краснодарского? Ага. А сейчас там расстроится все? Да. В Краснодарской области. Такой Александр Викторович выложит вашу работу в интервью. Тут-то люди все. На сайте кафедры, потом есть еще такой сайт, СИМСОП называется. Кстати, на сайте СИМСОП там есть раздел для вашего предмета, и вы можете туда выкладывать свою работу. А можно сейчас как называть сайт? Сайт? СИМСОП. С-I-M. С-О-В. Если, пожалуйста, не хер, что я прочитал уже после... Девочки, да? Скажите. Пожалуйста. Давайте сначала... ... Кто еще желает прочитать? Хочешь. Хочешь. Кто? ... Сказка про... Куряту можно аргументировать мысль о том, что карстельный прицелит своего шанса. Дет и бабы вместо того, чтобы исследовать золотое яйцо, они отнеслись к ним бережно, колотили его под рога, цены с карпупе, по тому же принципу, как обращались с простыми яйцами. В результате на золотого яйца и содержимого обычного яйца они не получили. Также сказка про золотоносную курочку можно приорвестиживать идею о том, что любое желание человека, осознанное или неосознанное, обязательно исполнится. Поэтому нужно быть осторожным и внимательным своим желанием. Желание деда и бабки разбить яйцо осуществилось. Инструментом реализации желания делась мощь. Сказка о курочке ряда подтверждает мысль о том, что к божественному подарку нужно быть готовым, иначе невозможно использовать его по назначению. В общем, отрибал. Ну хоть что-то видишь. Можно отрибал, короче. Вот мы вместе с рецензентом. Простой яйцо для золотого. Сегодня утром курочка ряба, живущая баба с дедом, снесла яйцо. Оно было не простым, а золотым. Старики пытались распилить яйцо, но не смогли. Помогла им в этом мышка, которая сделала его хвостиком. Баба с дедом и синим расстроились, и тогда курочка ряба пообещалась отрибал в яйцо уже простое. Вы должны так сородитесь.